Привет, Страж! Рад видеть тебя на канале Трипл Вайп. Это топ экзотов дополнения «За гранью света» и «Сезона охота». Поехали! Седьмое место. Гранатомёт «Хватка спасения». Один из самых необычных экзотов этого дополнения. Пушка, стреляющая зарядами стазиса. Кстати, единственное оружие со стазисным уроном в игре. Гранатомёт не наносит серьёзного урона большим противникам, а зона поражения слишком мала для того, чтобы использовать его даже для зачистки толп мелких мобов. Зато он отлично подходит для выполнения всяких контрактов на Европе или для того, чтобы помочь Стражу взобраться на какой-нибудь неудобный уступ. Да, для гранатомёта в базе числится катализатор, но едва ли он настолько поменяет характер оружия, чтобы он стал широко применяться. Большинство игроков распылило этот экзот сразу после того, как забрали все энтропические осколки на Европе. Именно поэтому он и занял самую нижнюю строчку нашего списка. Шестое место. Дробовик «Дуальность». Экзотический дробовик из сезонного абонемента. От бедра стреляет дробью, при прицеливании переключается на точную раму и выстрел одной пулей. Очень яркая особенность, нужно заметить, дробовик чаще всего можно встретить в ПВП, где он может составить конкуренцию многим актуальным шотганам. По крайней мере, в режиме стрельбы от бедра. Но вот если вы играете в Destiny 2 достаточно продолжительное время, то у вас наверняка найдётся дробовик с точной рамой получше, да и Лошфелл Винтера по-любому в арсенале имеется. Так что такие трансформеры как «Дуальность» лишь понапрасну займут экзотик-слот. Поэтому шестое место. Пятое место. Дальше начнётся уже сложный выбор. Топ-5 открывает импульсная винтовка «Нет времени объяснять». Экзот легко доступный, сторожи получают её после прохождения основной сюжетки дополнения, и очень многие проходят все дальнейшие квесты и постсюжетные задания именно с этой пульсой. И ведь винтовка и правда неплохая. Перки её переработали по сравнению с её аналогом из первой части, она стала очень приятной в ПВЕ, она стала вполне применима в ПВП. А разве не универсальности мы ищем от экзотического оружия? Признаюсь честно, я не был уверен, что эта винтовка сможет вообще обратить на себя хоть какое-то внимание, но как видите, вошла в пятёрку лучших экзотов. Подробнее о своих впечатлениях от винтовки я уже делился в отдельном видео, так что задерживаться не станем. Четвёртая строчка. Глаза будущего. Экзотическая ракетница, которую можно получить случайным образом, только за убийство финального босса рейда «Склеп глубокого камня». Одна из лучших экзотических ракетниц в игре прямо сейчас. Если даже не лучшая. Тут тебе и потрясающий трекинг, и высокий урон, всё, что мы можем только желать от ракетницы. Самое главное, выбить бы её ещё. Шанс дропа этой награды в рейде довольно низкий, на момент записи видео я до сих пор остаюсь в невезунчиках, и ракетница мне не падает. Но с другой стороны, это плюс ещё одна мотивация собраться каждый вторник и идти в рейд три раза залпом. Третье место. Вот и добрались уже аж до тройки лучших. Начинает её снайперская винтовка «Небесный удар». Экзотическая снайпа, которую можно получить за прохождение имперской охоты. Тоже случайным образом, разумеется. Можно очень долго фармить эту активность, даже на самом низком уровне сложности. А можно и с первого закрытия достать. Знаем мы таких граждан. Угу. Снайперская винтовка во всей красе проявляет себя в ПВЕ. В отдельном ролике про неё я отзывался не особо лестно, однако по прошествии времени всё посчитав и поразобрав разные там билды, можно с уверенностью советовать эту винтовку как одну из самых дамажистых в этом сезоне. На фазе урона по любому боссу она покажет себя более чем достойно, так что если вы до сих пор откладывали фарм этой снайперки в долгий ящик, то настало время идти охотиться. Винтовка очень пригодится вам хоть на рейде, хоть в налётах. Удачного вам дропа. Второе место. Почётное серебро забирает себе револьвер «Хоукмун». Да, столь неоднозначный револьвер с кучей оговорок и всё равно на втором месте. Ну, должен же быть хоть какой-то неочевидный выбор в этом видео. Сначала я его критиковал, а потом полюбил. Всё же он дико приятно играется в ПВП после того, как вы проведёте с ним не один-два матча, а день-другой. ПВЕ его вон на соло откровения эзотерик брал. Всё же урон пожирным мобам и боссам он тоже способен внести очень достойный для оружия на белых патронах-то. Минусом, конечно, остаётся ёмкость барабана, но тут уж ничего не поделаешь. Врать не стану, использую я его всё же только в ПВП. Несмотря на то, что играю на геймпаде и вроде как у 140-х револьверах там отдача большая, но ничего, справляюсь. Хорошая дальность, высокий урон и невероятное удовольствие, если получается кого-то убить одним точным выстрелом, всё окупает любые минусы сполна. Мои более подробные впечатления от револьвера можно посмотреть в позапрошлом ролике на канале. Ну а я пойду донатить на орнамент с крыльями. Итак, к этому моменту у нас получается 7 место, хватка спасения. 6 место, дробовик дуальность. 5 место, нет времени объяснять. 4 место, глаза будущего. 3 место, небесный удар. 2 место, хоук мун. Ну и первое место, кто же, да, вот это топ интрига, капец конечно. Меч плач. Лучший экзот, который принесло нам дополнение за гранью света. Интереснейший квест. Высокий урон от меча. Просто любая пве активность теперь проходится именно с этим экзотом. Будь то рейд или сумрачный налёт. А ведь в базе игры ещё числится катализатор на него. Что же будет, когда мы получим его и прокачаем этого монстра ещё круче? В общем, просто обязательный экзот. И как делились в статистике разработчики, уже более миллиона стражей обладают этим мечом. Последний же квест на хоук мун был скорее всего последним в этом сезоне. Мы конечно надеемся на ещё какой-нибудь сюрприз от разработчиков. Но официально пока ничего не анонсировалось. Сегодняшний топ должен помочь новым игрокам, которые только приобрели дополнение за гранью света. Понять какой экзот стоит потраченного времени, а какой можно получить чуть позже. На новогодних праздниках например. Спасибо за просмотр, ставь лайк и не забудь подписаться на канал. До связи!